здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал а был ли израиль значит на просторах интернета попался мне интересный вот такой сайт где вы можете найти много очень чего интересного называется институт высокого коммунитаризма предлагаю вам одну вот такую интересную статью из этого сайта в израиле нет никаких древних еврейских городов наткнулся на довольно интересный материал который может послужить дополнительным елеем на кровоточащую рану отдельных апологетов теории возникновения избранного народа и их оппонентов этот период перевод не может претендовать на серьезное исследование но несколько мнений в фактах все же заслуживают внимание впрочем по ссылке внизу каждый желающий может изучить вопрос более детально в египте почти везде вы можете найти бесконечное количество археологических свидетельств прошлых египетских цивилизаций то же самое касается сирии и ирака хотя израильские прокси армии типа асис запрещенная в рф террористическая организация пытались взорвать уничтожить и похоронить прошлое для своих израильских хозяев которые хотят украсть больше сирийской земли для их фантастической эрес израиль еще одно доказательство того что израиль это мошенничество отправляясь столен ланд вам будет трудно найти любые доказательства прошлого евреев даже стена плача является частью старого римского форта антония вот что самое странное так это что 2000 лет назад похоже в израиле вообще не было людей даже похожих на евреев получается что что нет ни одного древнего еврейского города в том что сейчас называется израиль нет ни одного древнего города где еврейские символы используются на статуях и зданиях нет ни одного древнего города где здания построены в древнем еврейском стиле архитектурном на самом деле нет даже категории древнееврейской архитектурный стиль разумеется разрекламированные еврейские предметы типа свитков мертвого моря что якобы возрастом 2000 лет назад которые по сути являются современными в счет не идут если вы проверите все древние города в израиле ранее 2000 лет назад они все построены греками их надписи выполнены на греческом шрифте а здание находится в древнегреческих архитектурных стилях и переводится список некоторых известных древнегреческих городов в израиле и рядом около 40 штук но нет в израиле древний древнего еврейского города но нету ни одного а вот истинный пример первого века до нашей эры греческая надпись то есть по-гречески с храмовой горы в иерусалиме запрещающая въезд незнакомцам на фото камень который был найден 1935 году на самом деле это был второй такой предупреждающий камень первый был обнаружен чарльзом симоном клей клермон нам да но в 1871 году это было так опасно для теории евреи населявшие израиль 2000 лет назад что он полностью исчез из внимания в течение 13 лет до того как всплыл в стамбуле где как правильно было рассчитано это не привлекло бы большого внимания первый предупреждающий камень храмовой горы теперь находится в археологическом музее в стамбуле изображен ниже на нем говорится по-гречески ни один незнакомец не должен входить за перила вокруг храма и ограждения тот кто будет пойман будет сам отвечать за свою смерть которая последует сомнение джека слэка назовите имя хоть одного древнего города существовавшего в том что теперь называют израилем где надписи на зданиях были бы на иврите а здание были бы построены в древнееврейском архитектурном стиле чтобы это не было затем дайте краткое описание древнееврейского архитектурного стиля вам придется это сделать поскольку он еще не существует потом дайте ссылки на фотографии древних надписи которые показывают что они написаны на иврите и наконец покажите здание которые построены в древнееврейском архитектурном стиле который вы только что придумали свитки мертвого моря это обман тут автор не совсем прав лишь несколько свитков написано на иврите остальные на греческом и арамейском свитки мертвого моря представляет собой смесь старых документов которые были спрятаны в нескольких пещерах чтобы их чудесным образом нашли и использовали для поддержки создания израиля страны предназначены только для евреев основной текст находки был открыт в 1947 году в пещерах вблизи крошечного древнего поселения кумран свитки мертвого моря являются единственными действительными старыми но предположительно действительно старыми документами на иврите которые когда-либо были найдены никаких других действительно старых документов на иврите никогда не было найдено все остальные документы на иврите начинаются с 800 года нашей эры ранее при подобных находках все умышленно указывали на древнегреческие документы как на более поздние переводы этих рукописей с иврита однако все должно быть наоборот затем низкий старт и вот происходит очень своевременное чудо а потом бац израильские евреи увековечивают мошенничество для боев я в шоке а братья асуарий евро о брат асуарий якова это подделка ссылка можете прочитать там переводится на русский израильские археологи давно бьются с непосильной задачей найти следы событий ветхого завета на территории нынешнего израиля то ли верх ветхий завет давно не тот о котором писал иоанн златоуст то ли народа не было чью историю написали предположительно в средние века то ли нет нам то ли не там ищут забавно да ну и вот тут вот можете по ссылке вот так вот перейти нажмете вам откроет вот такую вот статью об этом самом асуарий брата иисуса христа вот тут вот переводится все прекрасно на русский так что изучайте статью смотрите читайте спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания да не а а Продолжение следует...